А, там есть эпиграф, эпиграф, правильно? Регулировку звука, да, правильно. Там есть эпиграф, но это из стихотворения Георгия взяток, эпиграф. Если бы Сталина я целовал, то делал бы это через седлое сукно. Это из его произведения. Хожу я по комнате из угла в угол, Сбирая ступнями квартирную пыль. Живите, как Ленин, трудитесь, как Ленин, Нам завещали не вы. Товарищ Сталин, я как сейчас помню тот победный парад сорок пятого. Вы были во славе, блистали погонами. Мы ж были еще ребятами. Мы шли по брусчатке под красными стягами, Скрывая веселый ребячий задор, Когда зоркий глаз товарища Сталина смотрел на нас прямо в упор. Художник один нас тогда написал, продал потом в Третьяковку. Они видели Сталина, картину назвал. Он по-советски ловко. И Сталин живой предо мной, как тогда, хотя это было давно. Если бы Сталина я целовался и сказал, То через седое ступно. И с нашим вождем еще долгие годы Мы шли к коммунизму вперед. Но в время нещадно мирной отправляться Пришел и его черед. Он бросил мокрот и последний плевок, И руки сложил на груди. И вот уж и сам он плывет на руках Багряных колонн впереди. На плечах рудяк легла тяжесть утрат, И ноша вождя нелегка. Ты к гробу подходишь, И серый отрез в кармане сжимает рука. Хожу я по комнате из углового, Сбираю с копнями квартирную пыль. Живите, как Ленин, Трудитесь, как Ленин, Нам завещали, не вы. Молодец. Молодец. Компетку получаешь, да? Молодец. Молодец. Вот, молодец. То есть дух времени, вот, вот. Компетка, молодец. А ты что играла? Кубинская румба. Не, я это не замечал. Я... Слушай, а дух времени Это послевоенный? Если хотите, я вам могу поставить Другие мастерские записи, У меня есть музыка. А давай играть. Ну, нельзя... Они не простают. Нельзя обжеваться всем сразу. Если картошку съесть больше одной, Это будет уже... Нет, я вам просто... Нет, я вам просто...